Я тебя любя, искусаю кровь, никаких следов, на утро не отыщешь, я убью тебя, вот и вся любовь, берегись ищу, ищу глазами хищными. Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу выполнить макияж, такой немножко шок-контент, макияж на Хэллоуин. Но вообще-то просто красивый смокий айс, если убрать костюм. Итак, я не буду вставлять видео, как я наносила тональный крем и консилер, потому что они полностью из предыдущего видео, техника самая простая. Консилер Сен-Лоран, тач-экла, 2,5 у меня оттенок. Я нанесла под глаза, в носогубку, на лоб, и тональный крем просто божественный, с уходом, лицо блестит. Это Кевина Коэн, Strip Nude Skin Tin, оттенок Medium ST04, вот он он. Уйдет у меня, видимо, очень быстро. Единственное, я хочу добавить немного вот такого темного тонального, это из той же серии, Кевина Коэн. Просто это пробничек у меня, я хочу придать коже такой, знаете, более загорелый вид, смуглый, как будто бы я отдыхала на море. В общем, сделать из себя немного сальмухайк. Кисточка у меня для нанесения тонального бальтери, она без номера, такая вот, с углублением, для тонального крема. Сейчас адаптируется, не будет такой темный, но я хочу сделать лицо немного более загорелым. Смотрите, он адаптировался под цвет кожи, сейчас еще время пройдет, он вообще впитается, мне нравится. Как блестит лицо и такой цвет. Сейчас еще на губы, пока я буду делать макияж, чтобы они были увлажненными, нанесу блеск, тоже Кевина Коэн, оттенок у меня Pink Crystal. Все, чтобы губы были увлажненными. Все, теперь я буду приступать к оформлению бровей. Обычные брови выполняю в таких коричневых оттенках, карандаш Elan, различные подводки, мак и так далее. Сегодня мне нужно сделать холодный оттенок. Это будет карандаш, у меня грызочек остался. Это Тоня Крукс The Brow Gal, и это, по-моему, единичка. Он с щеточкой, черный, чисто черный цвет. И так, брови готовы. Получились такие, как я и хотела, не сильно четко, ярко выраженные. Но черные, такого цвета, как я хотела. И теперь буду приступать к оформлению глаз. Я надеюсь, получится очень красивый макияж. Я нашла интересное видео не в ютубе, а в инстаграме, вдохновилась, решила, ну вот, у меня пришел такой образ. Палетку я буду использовать Кевина Коэн, называется Magnify. Очень красивые цвета, я где-то расскажу о ней более подробно в другом видео. И начну с жидких теней, оттенок платинум. Они также были в этом наборчике. Нанесу просто полностью на подвижное веко и, наверное, пальчиком растушую. Быстренько вот так вот по всему веку пальцев. Они в работе очень-очень простые. Эти жидкие тени мне нравятся больше, чем всем знаменитые Armani. Хотя Armani косметику я тоже люблю. Но просто эти тени для меня в работе легче и проще. Так, и нижние здесь немножечко подведу. Думаю, это очень красивый цвет. Его можно сам по себе наносить и носить. Теперь ко второму глазу. Просто тени созданы, чтобы их растушевывали пальцем. Серьезно, очень простые в работе. Дальше я возьму плоскую кисточку. У меня это 239-я Мак. Можно брать абсолютно любую. И приступлю вот к этому оттеночку. Нанесу его на подвижное веко. Такими, ну, слегка вбивающими движениями. И дальше точно так же проходимся по нижнему веку. В такой же последовательности и поочередности. Наношу на руку, чтобы они не так пылили. Хотя они почти не пылят. Чтобы более мягкие такие следы оставлять на веке непосредственно. Просто какие-то нереальные, безумно красивые тени. Я влюблена. Надо посмотреть, каких еще оттенков есть эти палетки. Я даже не могу определиться. Вот я игралась. Ну, один слой, другой, как тени смотрятся. Я не могу даже определиться, в какой последовательности или какой оттенок мне больше нравится. Они все очень красивые. Дальше можно взять либо 217, ну, какую-то такую кисточку, в такой форме. Но я возьму свою 286, мне она больше нравится в работе. И беру оттенок вот этот вот и буду смягчать границы. Немножечко смягчать сами границы макияжа. Дальше возьму светлый оттенок и пройдусь под бровью. Очень красивый, такой жемчужный, как же он называется? Фрост, да. Именно такой, как мороз, как иний. Безумно-безумно красивый оттенок. Кстати, в палетке также черный цвет очень красивый. Наверное, немножко им пройдусь по нижнему веку, потому что от выкладок от черных стрелок попробую сделать более такой макияж мягким, чем с четкими рельефными стрелками. Все, теперь приступлю к самой такой, наверное, тяжелой части макияжа. У меня карандаш Каял Мак, это самый черный, самый черный карандаш. Необходимо прорисовать межресничку и водную линию и сделать маленькую легенькую такую стрелочку. Ну, в общем, такая самая неприятная часть. Стрелку начинаю поднимать сразу, где заканчиваются ресницы. Совсем делаю маленькой незаметной. Но при этом меняется разрез глаз. Прохожусь очень-очень близко к ресницам. И самое главное, чтобы карандаш был очень хорошо заточен. Ненавижу работать с Каялами и ненавижу их стружить, точить. А нижнюю линию, наверное, я все-таки пройдусь вот этими черными тенями. Onyx у них называется оттенок. Так что, следующий этап, крашу ресницы. Тушь, конечно же, Кевина Коэн. Обалденная. После нее вообще не остаются черных следов. Я имею в виду, когда вы умываетесь. Вот она как смывается, как носится, не осыпается, разделяет. Просто-просто великолепная. Но при этом свою Armani я все равно, конечно же, продолжаю любить нежной любовью. Так, и теперь, наверное, пришло время сделать контур и нанести хайлайтер. Контур я буду делать при помощи, конечно же, пудры La Mer. Ну, а хайлайтер я нанесу MAC, свой любимый, лучше еще у меня не было хайлайтера. Какие бы дорогие они ни были, Victoria Beck, я не знаю, что угодно. Но лучше MAC, этого хайлайтера у меня не было. Ни La Mer, ни какие другие. Кисточки, кстати, я взяла герлин. Для этого макияжа нужно много кистей. Сейчас у меня на работе. Смотрите, сейчас приближу камеру, покажу, в принципе, можно макияж и таким оставить. Но я немного сейчас еще видоизменю цвет губ и нанесу еще больше блесток на глаза. Но, в принципе, этот макияж можно оставлять и таким. Да, его можно было оставлять и, я имею в виду, макияж глаз после первых жидких теней, после вторых. Тут в какой поочередности, последовательности не играй, красиво получается. Красивые такие оттенки и просто божественные. Итак, теперь я взяла вот эту вот палетку. Буду использовать оттенок, который посередине находится. У него очень красивый цвет от сиреневого до таких розовых легких вкраплений. Буду наносить пальцем. Сейчас нужно быть очень аккуратно, чтобы не переборщить. Буду наносить на все подвижное веко. Очень красивый оттенок. Теперь на второй глаз. Можно встать просто вот в уголочке. Можно встать по-разному. Все. Вот так. Все. Такой получился макияж глаз. Сейчас нанесу трубеж. Это матовая помада, наоми. Похожа на эти помады, как там нюкс, никс. Просто хочу сделать полностью нейтральные, не блестящие. Если бы без этих блесток, без последнего этапа, я бы сделала, может быть, блестящие губы. А так как, ну, совсем уже глаза блестят, я хочу губы сделать максимально нейтральными. Итак, таким выглядит конечный результат. Макияж я надеюсь, что вам понравился. Очень такой праздничный, поднимает настроение. Я сегодня такая уже изрядно уставшая, побегавшая. Но есть силы, есть еще энергии. Сейчас опять готова к труду и обороне. Буду печь сливовый пирог. Возможно, схожу еще в магазин за хлебом. Не пропадать же такой красоте. Спасибо каждому, кто находит время смотреть мои ролики. Спасибо за ваши лайки, за комментарии. Я каждому отвечаю. Подписывайтесь на мой Инстаграм, на мой Ютуб. Я буду стараться и дальше продолжать вас радовать. До скорой встречи. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.